Уже почти 8 лет в Горках Ленинских возвышается Белоснежный храм первосвятителей московских. И сейчас в истории прихода новая страница. Здесь установили иконостас, который является своеобразным духовным мостом между человеком и Богом. Один из элементов существования храма является иконостас, который, как многие люди считают, разъединяет людей от алтаря. Хотя это не совсем правильно, потому что иконостас, наоборот, соединяет. Это некая лестница, некий мост, который дает человеку возможность подняться на небо. Согласно канонам, в центре иконостаса царские врата, которые символизируют двери в рай. На них образы четверых евангелистов и сюжет благовещения. А справа и слева – иконы Спасителя и Богородицы. За ними следуют образы святых, в том числе Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского. Иконостас у нас состоит в классической схеме. Он должен состоять из пяти рядов. Но в нашем случае, для того, чтобы не закрывать и дать пространство света и воздуха, для того, чтобы в этом храме было человеку комфортно, уютно, светло и было действительно духовное расположение к Богу, к молитве, вот этот иконостас состоит из трех рядов. В ближайшем будущем предстоит наполнить храм разнообразной утварью и внутренним убранством для проведения церковных обрядов. И тогда его двери, наконец, будут открыты для всех. Сейчас же пока работает только нижний храм. Каждые выходные здесь проходит богослужение. Небольшое помещение всегда наполнено людьми. Мы долго строили этот храм. Приходим всегда к Богу, идем. Благодать здесь в храме, детей каждое воскресенье причащаем. После службы прихожане поднялись в главное здание храма, чтобы полюбоваться иконостасом. Я прихожанин этого прихода, этого храма, с самых его первых дней, с его закладки. И для меня это место святое. Здесь все для меня дорого. И я радуюсь всему тому, что позволяет этому храму развиваться, подниматься и благоукрашаться. Мы стали очевидцами всей той красоты, которая сейчас нас окружает. И, конечно, мы все ждем, когда уже служба будет проводиться в этом основном храме. Потому что, когда сюда заходишь, ты чувствуешь себя совершенно иначе. Ты чувствуешь Божью силу, Божью благодать. Дай Бог к Пасхе уже сделать здесь первую службу провести. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.